Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня я хочу показать очередное меню диабетика на день. Завтрак, обед и ужин. Последний раз попросили показать с выпечкой. Просчитать и показать с выпечкой. Пожалуйста. Выполняй. Правда, я хотела делать это почаще, но получается раз в две недели. Ну, хотя бы так, чем вообще никак. Так, рассказываю. Вот это завтрак. Так, ячневая каша, сваренная на воде. Можно сварить на молоке. Я уже спрашиваю мужа, какую кашу ему сварить лучше. Когда-то он говорит на молоке сладенькую, а когда-то сварить просто на воде. К этой кашке будет еще салатик. Вот такую плошку я теперь готовлю. Здесь много просто, может быть, не видно. Мы теперь приспособились. Здесь не стали делать завтраку, к обеду, к ужину там салатики. И я просто с утра делаю разные салаты. Вот этот раз капусты со свежим огурцом, зеленым горошком. Или огурец с помидор, например, с луком. Или просто один огурец с луком, с зеленым, с зеленью. Сейчас зелень пошла активно. Кстати, вот сюда забыла нарвать. Надо было зелень сюда. Торопилась. Редиску покупали. Сейчас уже не будем покупать. То есть я сейчас стала делать салат сразу на весь день. Вот. Но у меня эльбис еще любит помидор. И он еще в течение дня ест салатик из помидор. Я его принесла сюда. Вот. Значит, на завтрак муж съест 300, 200, 250 грамм каши с салатом с капустом. Выпит стакан кофе. Я просто показала имитацию кофе. Съест бутерброд с намазкой. Намазка это своя и творог, рыбка и лук здесь. Вот. Это будет завтрак. Перед завтраком можно съесть яблочко. Перед самым завтраком, за полчаса до завтрака можно съесть яблочко. Или можно его на перекус поставить. Или на этот перекус. Или перед обедом. В общем, я положила яблочко, что бывает, что мы съедаем по яблоку. Но это редко бывает. Но его есть надо. Мы делим пополам и пополовинке съедаем. По целому, когда сладкий, сильно такой сладкий попадется, крупненький, тогда вообще мы с удовольствием съедаем. А так они все равно кисловатые, как-то у нас желудок не очень принимают. Но все равно мы потихонечку, помаленечку едим. На перекус как раз в данный момент у меня был насыпной пирог. Я его положила на перекус. К нему, естественно, будет стакан чая или кофе. Кофе муж мой пьет с молоком и с сахарозаменителем. Со стевией. Это будет на перекус. Это через полтора-два часа после завтрака. После перекуса, опять же, через полтора-два часа обед. Ест вот такую тарелочку супа. В этот раз у меня рассольник на курином мясе. Здесь у меня рассольник 380 грамм. Опять же, салат и пару кусочков хлеба. В прошлый раз, говорит, вы хлеб тоже кладите или он у вас не ест. Он когда ест, когда не ест. Но для вас я положу. Вот тут я положила кусочек хлеба. Вот здесь супом два кусочка хлеба. И салатовым поест. Если какой-то мясной продукт еще, может быть там какой-то кусочек колбаски, если свою мы сделали. На сегодняшний день нету никаких колбасок. Он просто поест суп с хлебом и с салатиком. Все. На перекус вот он в это время, почему-то перед ужином, всегда делает себе сам помидор. Два-три маленьких, или вот этот крупный я взвесила, 400 грамм этот помидор. Он его покрошит, посолит и ест. Ну, на мелкие части. Вот последние, последние дни, бздик у него, ну, не дни даже, месяца три, он уже еще с АНАП и ест помидор. Почему-то понравился. Ну и слава Богу. Вот здесь же на перекус он, он чай или кофе пьет в течение дня. И на ужин, на ужин у нас тушеная капуста сегодня и тевтельки. Если бы, если можно тевтельки перенести вот сюда к ячневу каше, как я, я ем кашу ячневую с тевтелями, а Ильгизу почему-то вкуснее ее отдельно поесть с салатом. Вот, тевтели он с капустой вечером. Если бы тевтели не было, он часто бывает, что или с рыбкой, или пожарить два яйца и с капустой. А салат, салат этот капустный, мы едим, вот еще раз повторю, в течение всего дня. В течение всего дня. Это очень хорошо. Здесь также чай. Вот, вечером он уже никакой хлеб, никакую выпечку, ничего не ест. Вот забыла положить еще, перед сном он выпивает стакан кефира, если есть кефир, а если нет, значит, съедает яйцо. Отварное яйцо. То или то. Бывает, он говорит, если попозже поужинает, то уже перед сном ничего не ест. Вот это вся еда на 1700 килокалорий и на 15 хе. Но здесь смело добавляются кусочки хлеба. Где-то схватил орешки, орешки погрыз там. Где-то какую-то там, эту булочку, но не булочку, конечно, тут уже достаточно, он за этим следит очень хорошо. Но вот орешки он таскает. Бывает, какую-то конфетинку, мармелад у нас часто бывает, мармеладку съест. Короче, до 2000 мы запросто наедаем. 2000 калорий мы сколько раз. Мы бывали, знаете, когда же делали. Я хожу с ним с фотоаппаратом и снимаю, делаю щелчки, что он съедает. Я сама для себя точно так же. Беру и себя снимаю. Думаю, вот раз сняла. А потом вечером считаю, сколько же мы съедаем. Это сказано там, 1500-1700 надо бы есть, а все равно там, 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 там схватил и все равно 2000 калорий, это как с куста. Вот поэтому мы не худеем. Мы и не собираемся худеть. Все. Очередное меню. Рассказала. Показала. Применяйте. Все будет здорово. Все будет хорошо. Не будете болеть. Сахар у вас сильно не поднимется. Когда ешь норму, все будет нормально. Всем спасибо за просмотр, что меня послушали. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok